1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Всем привет! Меня зовут Илья и вы на канале Малой Плей. Сегодня у нас внеочередная серия по The Land Dark. Все потому, что ребята, буквально сегодня, то ли вчера, вышло обновление 392. То есть, в принципе, немного времени прошло с момента последнего обновления, глобального 388, по-моему. И уже всю версию у нас 392. Ну, в этой версии, в этом обновлении, в принципе, что было пофиксено, это в основном всевозможные баги, которые встречались у нас в игре. Сейчас, что-то включить можно? Нет, нельзя. Сейчас, что-то включится. Так, ну, понятно, ладно. Ну, что? Наверное, я думаю, мы немножечко прогуляемся. Что-то сколько? 11 часов. Жажда, ну, как у нас небольшая жажда. Ну, думаю, там сок. Жажда нет. Голод небольшой. Да, давай-ка мы что? Собачью вот эту консервочку. Скажем 500 калорий, я думаю, нам хватит. Сейчас выдвинемся вдоль рельс, в сторону вагонов. Сколько я помню, там в вагонах тоже должны быть резки какие-то. И по пути, пока будем идти, я думаю, и зачитаем наши обновления. Так, погодка у нас, в принципе, довольно-таки хорошая. Снежок идет. В принципе, пока все видно. Ух ты как! 11 часов дневного времени. В принципе, этого нам должно хватить с лихвой. И я думаю, мы не должны будем сбиться с пути, да? Хотя, блин, идет снег. Ну, ладно. Что у нас исправлено, ребята? Исправлен вылет при получении обморожения. Исправлен вылет при прорисовке следов на снегу. Но я такого вот не помню. Уменьшены блики от сигнальной шашки и факела. Исправлены проблемы, при которой хищники прерывали сон игрока, спящего в неподходящих для нападения местах. Об этом, кстати, ну, честно, я сам такого не замечал. Но очень много, буквально вот сегодня нашел этого в интернете. Сидел в группах ВК, там, ну, на всяких форумах тоже. Поковырялся. И, да, действительно, многие игроки писали о том, что действительно было такое. К примеру, спит братюня где-то в спальном мешке. В таком месте, ну, как бы, куда не должны залазить ни хищники, ну, как бы, никто. А его будет, допустим, медведь. Либо... А, было на уступе. Вот, сегодня точно помню, прям. Описали там, то, что и парнишка, говорит, забрался по веревке, ну, и силы заканчивались, и он залез на уступ. И, блин, его разбудил медведь на этом уступе. Ну, и вообще идиотизм какой-то. Вот, дальше что у нас? Исправлена проблема, при которой слишком много волков вспомнилось в отрадной долине. Честно, не знаю, не могу сказать. Исправлена ошибка, которая после сборки молодых деревьев иногда приводила к выпадению с них уже высушенных веток. Так, давай-ка, подожди, мы сначала зайдем сейчас куда-нибудь. Плюс два. Блин, погода просто шепчет, ребят. Серьезно. Опа, давай вот сюда зайдем. Смотрим, там по любасу что-то должно быть. Опа, опа, тихо, 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 тихо. Давай, давай. Конечно. Сейчас залатаем его сразу. Нашняя футболочка. Так, вот, какой-то напиток. Да, тут нет. Так, что у нас дальше? Исправлена проблема с некоторыми предметами, проваливающимися подлет после схватки. Исправлена проблема, при которой невозможно было пройти к некоторым местоположениям. Устранена проблема с неплавным переходом при старте новой игры. Устранена проблема, когда дополнительная кнопка отмены появлялась в мину инвентаря. Только для геймпадов. Устранена проблема с местами, где можно было застрять на одинокой топе и на острове Рогатого Зайца. Устранена проблема застревания при попытке встать с койки на АЗС. Устранена проблема с неработающим сейфом в одинокой топе на чужаке. Исправлена проблема, когда контейнер уничтожался при разборке металлической полки в одинокой топе. Исправлен глюк, при котором было нужно использовать непрогретый горн в одинокой топе. Устранена проблема с парящими в воздухе аптечками после разборки мебели. Исправлена проблема, когда кнопка читать не была переведена. Устранено появление пятна на заднем фоне при удалении сохранения из слота. Исправлен пропущенный показатель степени повреждения некоторых предметов одежды. Присвоен отличный от нуля бонус веса рыбы для четвертого уровня подлёдной рыбалки. Честно не знаю, что это вообще непонятно. Присвоен отличный от нуля сокращение времени рыбалки. На втором уровне подлёдной рыбалки исправлен глюк в некоторых пещерах с невозможностью поднять вещи. Скорость движения персонажа теперь во время натяжения тетивы сохраняется таковой. И после драки с волком или медведем исправлена неправильная анимация стрел. В некоторых случаях устранена проблема с лутанием трупа на волчьей горе. Исправлена проблема, при которой капканы не были видны на умеренном расстоянии. И обновлено уведомление об авторских правах в главном меню. Что это я не знаю. Так, ну что. Вот, ребят, в принципе, всё обновление. То есть, видишь, в принципе, такое, я бы сказал, даже не обновление, а исправление. То есть, куча-куча-куча чего исправили. Пирожка возьмём. Ещё один трупецкий, умножечек тоже надо взять. Так, сейчас, минуточку. Так, 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 так. Вот, ну, я думаю, и обновление посмотрели. Зачитал я вам. В принципе, говорю такое. Минорненькое, но всё равно радует то, что разработчики не теряют времени зря и постоянно что-то обновляют. Вот, то есть, я, честно, не особо раньше следил, а вот именно за лондарком. Так, давай-ка мы, наверное, вот здесь мы теперь будем забирать всё. Два часа пять минут, один час. Один час. Давай. Думаю, за один час с нами ничего не случится. Зато мы соберём всё, что можно. Всё, выходим отсюда. Отлично. Так, потрошки. Один градус, да? Так, здесь вроде как ничего нету. Ну, чё, пойдём. О, смотри, метель начинается. Так, это мы лутали уже, да? Ну, мы, в принципе, знаем, куда нам надо будет идти. Почему? Блин, там волк. Там волк, и как бы пока туда идти не хочется. Смотри, блин, погода вообще не радует. Если сейчас будет такая погода, то нам, как бы, блин, не поздоровится, наверное. Мы можем заплутать потом. Хотя, мне больше пугает волк, чем погода. Давай. Идём в обратную сторону. Так, немножко всё-таки полутали. Нашли футболочку, нашли еды. Шкурку. Шкурку надо будет нам выложить, чтобы сушилось. Чё, это мы что-то сломать можем? У меня здесь целое дерево. Дерево мы сломать не можем. Блин, ну что ж, с погодой, уже минус один. Уже холодает, да? Так. Ну, блин, ну что ж, нам нужна, увидишь, нам нужна хорошая погода. Я потому что, честно, не очень хорошо помню карту. В принципе, 8 часов дневного времени. За 8 часов мы, я так думаю, можем дойти до дома зверолова. Но, опять же, если бы была хорошая погода. То есть, такую погоду я его могу просто не заметить. И просто-напросто мы сможем пройти мимо него, заплутать и сдохнуть. А у нас, как бы, мы уже выживаем несколько дней. Мы уже и в одинокой топе, то ли два, то ли три, а может, и четыре дня выжили. Честно, не помню. Вот. Хотя в ней, как бы, выживать было вообще не сладко. Если кто смотрел, как бы, предыдущей серии, я думаю, вы это понимаете, что, ну, реально не сладко было выживать. Так. Ну, что ж, за погода-то такая, а? А вот домик зверолова нам бы не помешал. То есть, насколько я помню, где-то вот нам туда надо было бы пройти немножечко. Мимо вот этот дом, я помню, мы проходили и куда-то в ту сторону уходили. Ладно, давай мы сейчас все, что наултали, сбросим дома. Дверь. Оно у нас, короче, насколько я знаю, должно просто лежать в тепле. 14 градусов. Вот ты чё, какой пар тут может быть? 14 градусов. Вы чё, гоните, что ли? Идиотизм. Так, ладно. Всё подряд. Так, вот это бросить, это бросить, бросить. Вот. А теперь это мы можем положить. А, может, тоже вот как мы положить. Можем, давай положим сюда. А. О, пусть лежит, сохнет. Отлично. Вот, всё. Здесь у нас пускай лежит эта милиберда. Так, это у нас стрельба на фронтире. Переиздание книги конца 19 века для новых. Так. А, всё понятно, я её уже прочитал. Что у нас по одежде, по одежде, по одежде. Футболка из хлопка с короткими рукавами не очень тёплая, особенно, когда намокает. Ношная футболка. Так, 57. Всё по нулям. Плюс 0,3. 0,5. Он от ветра защищает. Смотри, это ни от чего не защищает пока. Ну, блин, ну чё. Давай я её пока просто уберу шкафчик. Ну, вот, серьёзно, я пока, как бы, ну, не знаю, нужна она нам или нет. Поэтому пока я её уберу. Так, и остальное. Что у нас тут? Ткань. Подожди, я потому что куда-то в другое место, по-моему, убирал ткань, по-моему, сюда кто-то, да? О, здесь варежки у нас есть. Здесь тоже, по-моему, толку не было. Я знаю, не зря я убрал сюда. То взять. Молоду. Передать всё. Так, давай-ка мы знаешь, что сделаем. У нас чё? Сухость во рту. Ага. Труд и дрова нужны. Труд, кедровую дрова. Отлично. Сейчас разожгем огонь. Мы, тем более, там выучили, прочитали какую-то книгу по разведению огня. Поэтому сейчас у нас должен нормально разводиться. Прям вот со стопроцентной вероятностью, да? Сейчас просто накипятим водичкой, чтобы у нас была вода. Лучше будет более-менее. Кстати, можно, блин, у нас, нам всё равно сейчас будет делать ничего. То есть, на улице погода просто жопная. 7 часов дневного времени, а потом начнётся ночь, да? Мы, короче, делаем чё? Добавить, добавить, добавить. Тоже добавляй. 4 часа. Во-первых, топить ещё 2 литра снега. Короче, литра 4 сделаем. Хотя, видишь, нам можно чем больше, тем лучше. То есть, для того, чтобы просто так у нас не прогорала печь, мы можем натопить просто кучу снега, накипятить его и просто положить. Топить снег ещё 2 литра. Давай. Сейчас натопим всего. Погода вроде, кстати, успокоилась. Ну, ничего страшного. Так, варить. Сейчас мы ещё покушаем чуть горяченького. И вообще будет отлично. 5 часов дневного времени. Так, вздушивься. О, готовить олененько. Олененько вообще в цвет, я думаю, будет нам. 1 час ещё. Крутяк, нормально. Так, давай-ка мы теперь покушаем. 401 калория. Ну, пойдёт. Пойдёт. Так, тепло, лёгкий, голод у нас ещё. А ты чего у нас голод-то и это? С чего это вдруг? Ну, давай-ка. Это скушаем мы ещё. Так. Нормально сейчас. Так, ты у нас ещё будешь гореть 1 час 9 минут. У нас ещё 4 часа дневного времени. Давай-ка спустим. Выйдем и посмотрим. Мне интересно погода. Если погода нормальная, то плевать на дрова. Мы пойдём сейчас в домик Зверолова. Погода отличная. 9 градусов. Всё. Правляемся в домик Зверолова. Чё у нас? 22 килограмма. Блин, нам надо было бы что-нибудь выгрузить, да? Да, металлолом. Давай быстренько выгружаем. Просто здесь вот на пол сейчас... А, блядь, забежать даже не можем, прикинь. Давай, быстренько, быстренько. Просто всё барахло скидываем. Просто вот сюда. Так. Бросить. Это мы всё бросаем. Бросить это нам ничего не надо. Это тоже бросить. Так. Из этого вот этот бросить. Патроны бросить. Все бросить. Это тоже бросить не надо. Это тоже бросить не надо. Это мы пока тоже бросим. Тоже не надо. Еда. Еда, еда у нас. Раз еда. Это питьё. А, воды у нас дофига. Видишь, воды у нас дофига. Воду надо выложить. Так. Пять у нас есть. Давай четыре мы... Так, передадим. Она здесь останется нормально. Так. Шестнадцать килограмм. Всё. Пойдёт. Идём дальше. Главное не сдохнуть. Вот серьёзно. Девять градусов. Четыре часа дневного времени. Всё. Пойдём. Лёгкая усталость у нас есть. Ну, я думаю, это ничего страшного. Просто, ну, как бы, пока погода позволяет. Я считаю, надо идти. Возможно, да. Я не спорю. Мы, может быть, сейчас ещё и вернёмся и не дойдём до домика Зверолова. Ну, где-то что-то мы по-любому залутаем. И успокойся устало. Нормально. Просто, если сейчас мы ляжем поспать, то, как бы, опять мы этот день просрём уже. Так, мы, считай, можем сейчас прийти в домик Зверолова. Там что-нибудь найти. Так, я думаю, знаешь, что нам надо сделать? Нам надо вот так вот идти, на всякий случай. Потому что, если вдруг что, если вдруг какой-то санный волк будет ходить, мы его сразу так... Пошёл вон, типа, туда-сюда. Блин, вот я не помню. По-моему, на этой карте я в самый первый раз играл. И в каком-то вот из таких домов зашкерился. Но на меня потом, по-моему, волк, то ли медведь напал. По-моему, волк здесь, потому что медведей, по-моему, нету на этой карте. Но, во всяком случае, я не помню медведей на этой карте. Может быть, и есть, но я не видел. Зато оленей и волков здесь вот реально до жопы. Ну и опять же, видишь, я выживаю не на самом лёгком уровне. И это как бы немного сказывается. Пошёл в очко. Пошёл в очко. Пошёл в он. Пошёл в он. О, отлично, отлично. Давай быстренько лутаемся. Здесь по-любому что-то есть, наверное. Ну, да. Не жирно. Правильно. Свали. Так, нам, по-моему, сюда куда-то. Не говорю, уже толком не помню. Ниже кролика. Вот, видишь, что плохо, вот 12 градусов, ни хера себе. Вот нам тепло. Нет, по ощущению. А самого, видишь, этого показателя температуры нет. Где-то, короче, в этой стороне должен быть домик. Я помню, ещё приходилось, именно вот через какой-то такой вот, и тут переходить в горку. И там мы находили этот домик. Там как бы тоже просто куча лута. Ну, видишь, в домике зверолова жить, ну, тоже особого смысла нет. То есть мы вот пока что там, возле этого загадочного озера поживём. Немножечко залутаем вообще просто, исследуем всю вот эту локацию. Опять же, потому что я, как бы, ну, давно не играл в лондарк, и не особо помню, что здесь, да как вообще. Давай, давай, три часа дневного времени осталось. Так. Ну, пойдём пока в авто зайдём. В беседочку, в беседочку. Волков вроде я не вижу. Там сейчас залутаемся, и по-любому, наверное, что-то есть. Кстати, вот эту шнягу надо собирать. Здесь не, по-моему, бинты, или что-то можем делать. По-моему, да, по-моему, бинты. Честно, ни разу их не делал, но можно. Зайки пляшут. Ну, вот эти вот сушёные грибы нас тоже немножко спасали, да? Если кто помнит, когда мы в одинокой топе выживали, там просто жопа была. И вот, сломанная стрела. Ну, наверное, тоже нужна повязка. Банка сардин. Газетный труд. Кто-то, блядь, где-то ходит. Где-то кто-то ходит. Вот я не могу, прикинь, вспомнить. Я пришёл оттуда. Пойдём туда. Три часа. Невного. В принципе, в край мы сможем ещё вернуться домой. Как бы не особо далеко. Давай, давай. Надо бы побольше флайеров вот этих. Флайер, файер, как он правильно? Файер вроде. Так, давай поднимемся наверх. И посмотрим с горы. Блин, вот, хоть убей, короче, не помню. В какой стороне. Так, ну всё. Не здесь по-любому. Хотя она может быть, блин, там. А может быть и вон там. Давай всё-таки прогуляемся сначала в эту сторону. Посмотрим, что да как здесь. Так, вот. Вышка. Вижу вышку. По-моему, она вот с той стороны должна быть. От вышки. В принципе, в край можно и на вышке остаться будет. Там, по-моему, тоже должно быть тепло. Три часа дневного времени. Пока нормально. Пока живём. В край, да, говорю ещё раз. В край залезем на вышку. Просто там останемся. Ну, и хотя и вон домик тоже есть какой-то. Домик есть. Целый, целый. Да, эти деревяшки, если что, есть. Так, это у нас штука. Нету. Мы не взяли с собой лампу. Это мы, конечно, зря сделали. Лампу надо было взять. Сюда мы не можем зайти. Здесь трупик. Давай, быща. Пусто, да? Три часа дневного. Ну, давай зайдём. Четырнадцать. Отлично. О, ещё трупицкий. Я не помню, чтобы вот так вот в зданиях они... Ну, вот здесь вот они были. Я помню на станции какой-то. Ну, там, ГЭС или что, или ААЭС. Нет, помню. Гидроэлектростанция. Ну, короче, на подстанции какой-то там. Помню, был какой-то трупецкий. Сидел где-то возле выхода он, что ли. Так. Коплива для фонаря. Не, ну, что у нас? Смертельная усталость. Три часа дневного времени. Давай час поспим. Сейчас будет два часа дневного времени. Оправимся, наверное, на эту... На вышечку. Думаю, с фонарь стоит. Ну? Ага. Так, вон вышка. Садится, скоро станет еще холоднее. Да, нормально. Что-то пока плюс 7. Дело просто не помню, в какой стороне. Где-то, блин. Знаешь, у меня такое ощущение, что я просто хожу где-то вокруг. Ну, в край говорю, сейчас в край мы пойдем на эту. Нет, вот в той стороне она где-то. Ну, не вышка этот. Домик зверолова. Что здесь точно его нету. Да. Здесь у нас эта фигня. С той вышки мы спускались, потому что и шли куда-то туда. Так, ладно, все. Давай. Идем на вышку. На вышечку. Как нам проще на нее забраться. Как бы вот она в нашем поле зрения. Наверное, проще всего это спуститься вниз. Да, мы здесь. И туда как-то нам подняться надо будет. Да, вот эта дорога. На вышку. Да, видишь, надо было, короче, немножко в другую сторону идти. Там бы мы и наткнулись на домик зверолова. И, наверное, что-нибудь бы залутали. Ну, да ладно. Я потому что, помню, мы спускались по веревке. Ну, по канату вниз. И потом держались, по-моему, правее, что ли там. Ну, волки, слушай, вводят, так как страшно, а? Ну, температура падает. Нормально. Но мы уже, в принципе, вот здесь еще немножечко. И заберемся. Так, смертельная усталость. Да, ничего страшного. Пойдет. Как раз погода ухудшается. Да? Опа, опа, опа. И чуть не прошел мимо лута. Нормально. Ну, да, здесь ничего. А, ну, зато батончик есть нормально. Батончик тоже тему. Хотел сказать, батончик на дороге не валяется. Как не валяется? Вот, блин, мы его прямо на дороге подобрали, да? Новая погода, ну, красивая. Я не знаю, вот, ландарк очень красивый. Он очень подкупает своей вот этой обстановочкой, атмосферой, вернее, не обстановкой, а атмосферой. То есть, атмосфера очень, очень хорошая такая, прям, реально чувствуется вот этот весь мороз. Кажется, говорю, что ты сам там находишься, вот, сам идешь с этим фаером, боишься каждый раз, что прибежит какой-нибудь медведь или волк, загрызет тебе нахер. Ну, нормально, он, смотри, снег пошел. Помню, когда, говорю, опять же, начинал только играть в ландарк, блин, подыхал, короче, каждый день. Реально, я там больше дня, по-моему, прожить не мог. Эй, вот ты че, застрял? Ну, я не знаю, им бы надо добавить, чтобы наш перс мог хотя бы прыгать, хотя бы как-то. Потому что бывают, ну, такие... Дом лесника, ну, отлично. Бывают настолько тупые ситуации, когда он не может просто на маленький уступ залезть. Ну, то есть, мы-то понимаем, что это неправильно. То есть, по логике вещей, человек там че, ну, ножку поднял, да наступил. Вот здесь мы спускались. Здесь мы спускались, потом держались куда-то правее, по-моему. Ну, да ладно, так, давай, во-первых, посмотрим снизу. Так, все. Снизу нет ничего. Блин, у нас темнеет еще. Волки вводят, но нам уже, как бы, знаешь, все равно. Так. Так, давай кругом обойдем. Потому что здесь лут, ну, реально, может лежать абсолютно везде. 13 градусов. Ну, все. То есть, мы, ребята... О, говядина книга какая-то. О, альпинистское снаряжение. Консервный нож. Просто, ну, реально, вот здесь вот лут есть. Давай мы, знаешь, как сделаем? Ну, не, 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 не так. Мы сделаем вот так. А, зажигай, да? Блин. О, сейчас вот так вот быстренько залутаем все. Да, вот, видишь, есть топорик. Наконец-то мы нашли топорик. Это очень здорово. Так, печь нам не нужна. У нас, как бы, тут 14 градусов. Сейчас мы здесь все заберем. Берем. Хоть ничей нож еще один. Это что у нас? Это мыло какое-то? Оружейный патрон. Тем проще было не ружейный, наверное, а патрон для ружья. Как-то так его обозвать. Обозвали, блин. Оружейный патрон. Так, ну, что у нас? Давай мы, наверное, попьем, покушаем. О, у нас сухпа. Пояснее сухпа, это у нас прям вообще на самый экстренный случай, потому что нурьяно сухпай дает, там что-то я не помню, сколько калорий, сколько он? 1750 калорий. То есть это вот в самом, в самый прям экстренный случай. Его просто берешь, херачишь и все тебе, короче, ништяк. Ну что, давай спим сколько-нибудь. Я не знаю, до часов 7 поспим. Что у нас там? О, и у нас уже. Жуткая жажда у нас опять. Ну давай, попей уже водички. Голод небольшой. 4 часа. Ну, давайте 4 часа и поспим. Опять же говорю, самое главное, чтобы у нас была нормальная погода. Все, погода просто замечательная. Поэтому мы что, мы берем, хаваем вот эту шнягу. У нас есть чем открыть. Холодно, да холодно. Нам какая разница, мы не мерзнем. У нас вообще все тепляшка. У нас, блин, перегруз конкретный. Нам бы желательно это все отнести домой. Блин, вот эту хер надо было сожрать для начала гавать. 300 калорий пойдет. Ну еще и воду дал. И то не все даже съели, видишь. Так, ну что. Ладно, ребят, на этом, я думаю, мы заканчиваем. Давай сохранимся. Чтобы мы были прям полностью это спавшиеся. Все. Ну что там у нас? Сохранение. Отлично. Усталость нет, все. Просто зашибись. Так, давай проверим. Просто мы вроде все забрали, да? Вроде больше нигде ничего нет. Посмотрим просто, мне интересно, погоду. Как на улице? Сколько у вас? Минус 9. Ну нормально. Потом чуть-чуть распогодится. Ну что же, ребята, такая у нас сегодня серия вышла. Немножечко побегали. О, гвоздодер. А я его до этого не находил. Да, жалко, нету такой кнопочки взять и сохранить. Надо бы потом не забыть про него. Вот. Такое вот обновление небольшое. По багам у нас было. Хотел найти сегодня домик Зверолова, но не нашел. Ну, зато нашли, допустим, дом лесника. Я думаю, в следующей серии мы это исправим. Ну, что, ребят. С вас, как обычно, лайки, подписки, рассмотры. С меня, как обычно, новые видосики. Ну, все, ребят. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok